Добрый день! Мы на площадке Телдекон 2024 в Минске. И сегодня Михаил Анисимов из ICANN, представитель ICANN, нам немножечко расскажет больше про себя и про свое видение развития технологий. Но в первую очередь большое спасибо, что согласились пройти небольшое интервью. С удовольствием. Хотела бы отдельно поблагодарить вас за участие в летней школе в этом году. Я знаю, что вы буквально с самолета подключились к нашей трансляции прямой для ребят. Как вам вообще опыт в летней школе? Я знаю, что вы участвуете почти каждый год, как и Карен. Как вам ребята в этом году? Ну, это очень интересный опыт, на самом деле. Действительно, уже есть опыт участия в летних школах экономики, по параллельно интернетом, на протяжении уже многих лет. И я вижу некую динамику. Она меня очень-очень радует, потому что с каждым годом люди как будто бы еще более вовлеченные. Они задают очень умные, правильные, тонкие вопросы, на которые я даже не всегда нахожусь, как ответить. И завязывается интересная дискуссия, что, наверное, и должно быть целью вот таких мероприятий, поскольку это не только обучение, а это привитие навыка критически думать о самых важных проблемах, связанных с интернетом. Поэтому я очень доволен таким опытом. Отлично. Мы тоже очень рады, что у нас есть такая возможность ребятам рассказать со стороны ICAN и опыт ICAN на экосистему, как все устроено. Еще немножко возвращаясь к вашему путешествию. Вы побывали в Хьюстоне и, кстати говоря, и на лекции летней школе вы тоже делали отсылку и проводили параллель между развитием технологии и космической отрасли. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете в целом про развитие событий в области космической связи? Да, с удовольствием, на самом деле. Это та тема, которую я очень давно люблю, изучаю, и она стала таким полупрофессиональным хобби. Я, например, по некоторым музеям даже вожу экскурсию для своих друзей, рассказывая об истории освоения космоса. Почему я ее вспоминал, например, в школе управления интернетом? Потому что, на самом деле, я вижу очень много параллелей в том, как развивалась космическая отрасль и как развивался интернет. Сначала это были индустрии, которые поддерживались исключительным государством из-за того, что только там можно было найти достаточное количество ресурсов. Затем все большую и большую роль играли частники коммерческих компаний, и в конце концов это привело к созданию такой очень комплексной большой экосистемы, в которой огромное количество самых разных типов организаций между собой взаимодействуют и строят какие-то большие проекты. В интернете мы видим это на примере того, что принято называть мультистикологным подходом. То есть это как раз участие разных заинтересованных сторон в создании одного большого стабильного и взаимофункционального интернета. Главный слоган ICANDA – One World, One Internet. Поскольку космическое пространство у нас тоже одно и требуется постоянная координация и техническая, и регуляторная, и административная между абсолютно разными компаниями, организациями из разных стран, принадлежащих в госсектору, частным организациям, некоммерческим организациям, вполне возможно, это конечно пока такая фантазия, создание какого-то условно-космического ICANDA, который будет в дальнейшем заниматься самыми важными критическими вопросами на планах всего человечества. Здорово. Очень ждем. Было бы интересно посмотреть на развитие. Это не планы, да? Это пока моя фантазия, но мне кажется, это очень логичным шагом в развитии этого всего. Ну, посмотрим, может быть, нас уже что-то ждет на ICANDA в Турции. Может быть, мы что-то уже услышали? Нет, мы пока не связываем ICANDA. Я назвал это условно-космическим ICANDA, но это будет, конечно, такая другая организация. Но, наверное, те принципы, о которых мы постоянно говорим и на школе, и на всех наших мероприятиях, получат свою жизнь в том числе вот в таком интересном воплощении. Да, спасибо большое. Интересный комментарий и параллель. Собственно, я хотела сделать подвязочку к мероприятию, I'm a meeting, который будет в Турции. Подскажите, пожалуйста, какую тему вы больше всего ждете? Это не у GDLD или другие какие-то темы? Ну, annual general meeting – это одна из трех конференций ICANDA. Она проходит в конце года, и это самая большая конференция. Она самая большая по количеству участников и по количеству тем, которые там представлены. Там обычно под сотню секций проходит от самых разных, то, что мы называем community groups, то есть это разные группы экспертов с каким-то четким тематическим фокусом, занимающиеся элементами, безопасностью, инфраструктурой, интеллектуальной собственностью, с самым-самым-самым широким спектром этих тем. И Стамбульское мероприятие, почему я его особенно жду? Потому что, во-первых, оно близко к региону, за которым я присматриваю, с которым я работаю. Соответственно, мы ожидаем большое количество делегатов именно из стран Восточной Европы и Центральной Азии, которые уже подтвердились, некоторые еще до сих пор формируют эти планы. Во-вторых, мы как раз накануне объявления одного из самых больших проектов в истории ICANN, это действительно второе окно новых доменов верхнего уровня, которое начнется... Основное окно заявок откроется в 26-м году, но уже в этом году открываются, например, заявки для пользователей, пользующихся специальной поддержкой, то есть от социальной организации, малой народности, лингвистические меньшинства и прочее. Также ICANN сейчас проходит свой пятилетний цикл и будет представлен стратегический план на следующие пять лет. С декабря в должность вступает новый директор ICANN, который мы ожидаем как раз первого появления, пусть еще не личного, но хотя бы виртуального на встречу в Стамбуле. Поэтому это будет мероприятие, в котором очень-очень много запланировано, с ним связано большое количество ожиданий и моих персональных, и всех тех, кто присутствует сегодня в Телдиконе. Поэтому мы специально их отдельно пригласили и ждем, что это даст очень большой толчок какой-то совместной работе над всеми теми самыми актуальными вопросами, которые стоят перед сообществом. Было бы очень интересно узнать в итоге, как закончится мероприятие. Я думаю, что все пойдет, конечно, уже успешно. Спасибо вам большое за этот диалог. Всего самого наилучшего. Спасибо вам.